Да, ты дышь. Как говорится, в 40 лет я опять студент. Ну ладно, это мы не будем показывать. Идеально. Ювелир, просто ювелир. Нет такого. Слушай, опять меня кто-то обманул. Ладно. Готовить не только? Все, при моем эфире. Друзья, мы начинаем новый творческий сезон на телеканале Абакан 24. И наш самый вкусный, самый яркий проект «Вкусокрай». Друзья, снова мы с вами встретились в нашей прекрасной студии «Жарчи», чтобы вас познакомить с интересными гостями и приготовить что-то вкусное. Ну и встречайте мою гостью. Это человек увлеченный, творческий, житель нашего города. Кроме того, Светлана у нас диетолог. Светлана Гендрик, прошу любить и жаловаться. Это я тебя аплодирую. Привет. Очень приятно. Привет, Даша. Я очень рада оказаться на таком проекте. Очень рада видеть тебя, очень рада всем нашим гостям. И сегодня мы будем готовить. Осень. На дворе осень. Да. Собираем урожай. Да, как бы ни было, может быть, некоторым грустно, что осень, лето закончилось. Но мне кажется, что у природы нет плохой погоды. Тем более осенью, действительно, как ты сказала, мы собираем урожай. И ты на нашу кухню сегодня принесла такую, мне кажется, хозяйку огорода тыкву, да? Она превратится в принцессу. Что будет дальше? В карету. Что будет происходить? Все будет происходить у нас постепенно. Она превратится сегодня у нас в крем-суп и в добавку в самый любимый, наверное, российский, скажем так, салат, который любят абсолютно все на любом застолье. Это рыба под шубой. Но вместо привычной нам морковочки мы будем сегодня использовать тыкву. Отлично. Ну что, давай еще раз перечислим те ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся. Итак, для салата мы сегодня берем форель малосольная. Можно приготовить дома. Посолили, поперчили, все убрали в холодильничек. Картофель, свеколочка, яблоко и тыква. Для заправки у нас будет натуральный йогурт и горчица. Отлично. Ну, я насколько знаю, и вот все диетологи придерживаются того, что майонез, там, сметану, они более жирные, мы исключаем. И вот как раз вот такой вариант заправки салата, он самый удачный. Самый на любителя. Хорошо. С чего мы начинаем? Так, нам нужно будет приготовить тыкву. Отварить ее минут 5-7 до готовности, чтобы можно было потереть на терочке. Картошка у нас уже готова, поэтому... Свекла тоже. Свекла тоже. Ну, я тебе... Давай, как ты? Ты дышь. Ты дышь. Да, ты дышь, только я боюсь, что силы у меня, наверное, не хватит. Чтобы ты дышь, мы будем ее пилить. Потом это сделаем на ускоренке, да, как мы можем пилить быстро, чтобы наши зрители увидели. Тыква вообще – это кладезь витаминов. То есть здесь прям и витамины, и минералы, и все полезности. Света, расскажи, пожалуйста, как вообще в твою жизнь пришла диетология? Потому что я знаю тебя много лет, ты занималась, ты работала в разных сферах. Сейчас я знаю, что твоя жизнь также связана с финансами, а вот диетология, вот эти все полезные советы – это такое твое увлечение. Ну да, на самом деле основная моя профессия связана действительно с финансами. Диетология пришла в мою жизнь, я не знаю, буквально на прошлой неделе, наверное, я просто пересматривала архив фото, и когда я увидела себя в четвертом классе, наверное, вот тогда это мне еще и пришло в голову. Ну что, ты к этому шла всю жизнь? Я шла к этому всю жизнь, но отправной такой точкой у меня стал, наверное, период, когда вот нас всех закрыли дома, когда ты понял, что ты переходишь из одного марафона похудения в другой марафон похудения, твой вес не меняется. И тогда я решила, что мне нужно с этим разобраться, потому что так дальше продолжать все не может. Но на самом деле, когда мы разбираемся в этом во всем, мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы похудеть, питание должно быть разнообразное, но в пределах определенной какой-то калорийности. Да, самое главное, чтобы человек все равно был счастливым, да, и вот эти марафоны, вот это составление меню приносило ему счастье, а не он ждал, когда же это все наконец закончится, я вернусь там к своей нормальной жизни. Конечно, конечно, здесь очень такая важная составляющая, чтобы именно человек сам хотел к этому прийти. Не потому, что там кто-то на работе пошептался, да, или там друзья вот ему там постоянно капают, а именно, чтобы человек сам в это пришел. Тогда ему будет и удовольствие доставлять, и весь процесс будет идти. Хорошо. Сиди, смотри, ну у нас практически уже с тобой здесь все получилось. Мы убираем сердцевинку от тыквы. Я, кстати, знаю очень много рецептов, друзья, с тыквой. Одна моя знакомая, представляешь, делает плов в тыкве. Она туда кладет рис, морковь, мясо. Ну, мясо сначала она немножко готовит, и там она прямо парится. Это очень вкусно. Это точно. Кстати, к тыкву, друзья, можно еще просто запечь в духовке, например, там, и делать такой полезный перекус. Правда, запекли такую духовку и кушаете. Теперь мы чистим, да? Да, очищаем от кожурочки ее и отправим вариться. Сиди, я знаю, ты в твоих социальных сетях активно делишься советами. Как-то я смотрела твой сториз, где ты написал, очень заманчивый был, и ты написала, сейчас я вам расскажу пять продуктов, которые помогут вам. Да, да, да. И в итоге какие-то были продукты? Ты сказала. Это были любые продукты, которыми вы переедаете. Ну, на самом деле это так. Не существует каких-то волшебных продуктов или волшебных таблеток, да, как многие думают, я там сейчас выпью таблеточку, похудею. На самом деле все зависит от количества потребляемой пищи, поэтому... Ты много этому учишься? Какие, кто у тебя все равно, твои наставники? С чего ты начала? Да, я очень много учусь. И прежде чем прийти вот туда, где я сейчас, я закончила институт на диетолога. Я прям пошла учиться, то есть это не просто так, что вот мне там понравилось, я начала где-то чего-то, чего-то. Я поступила в Екатеринбургский институт переподготовки кадров и закончила его, ну, скажем так, с отличием. У меня была одна четверка. Обучение длилось год. Сейчас я иду дальше. Сейчас я опять студент. Как говорится, в 40 лет я опять студент. Сейчас я учусь в Московском институте психологии по направлению психолог-диетолог. То есть это основная, скажем так, проблема, которая вот у людей, она у нас просто иногда бывает в голове, когда мы зацикливаемся и не можем никуда сдвинуться с точки. Поэтому, чтобы помогать людям, естественно, нужно какое-то профессиональное направление, чтобы можно было профессионально. Не так просто там пришел с улицы и рассказал что-то, а именно, чтобы не навредить. Кстати, вот по поводу пришел с улицы. Это мы сейчас же часто и слышим, и видим, кто угодно может себя называть коучем, вот этим модным словом, тренером. А в итоге потом оказывается, то это либо мошенник, либо человек сам никогда это даже не пробовал на себе, а просто красивая картинка. И вот он как будто обучает. То есть в твоем случае это не так. Можешь документально подвергать? Да, могу документально, а могу ты, наверное, помнишь меня, когда я была, ну, в таких, скажем так, не в том весе, в котором я сейчас. С чего и начался, собственно, вот мой путь, потому что мне хотелось... Ты поняла, что ты что-то хочешь изменить. Я очень как бы хотела, очень хотела все изменить в своей фигуре. И теперь хочу помогать людям, потому что на самом деле для многих людей, я знаю, лишний вес является проблемой. То есть, ну, не то чтобы там... Важно вот как ты, да, себя воспринимаешь. Есть люди, к которым прям это идет, вот они прям милашки, да. А есть люди, которые даже боятся об этом подумать, боятся об этом говорить, что их это беспокоит, что им это не нравится. И они как бы живут вот в своем вот этом вот... В стрессе. В стрессе. Так, Света, смотри, все, мы почистили, только теперь нам нужна вода. Теперь нам нужна водичка, отправляем. Скажи, пожалуйста, где ты находишь вот эти все рецепты? Как ты их сама составляешь? Это опыт, расскажи. Наверное, интернет нам в помощь, да, интернет. Знакомые какие-то, я не знаю, рестораны. То есть ты, когда приходишь, тебе понравилось блюдо, ты же все равно видишь, что у тебя в тарелочке, что ты там кушаешь. Но иногда бывает такое, что рецепт приходит просто сам собой. Я люблю такие салаты, например, из зелени, да, овощи, какая-то там, какой-то салат туда выкрошить помидоры. Салат, какие-нибудь, не знаю, апельсины, голубики, черники. Все это сбрызнуть маслечком, какой-то приправочке, и все, салат готов. Теперь нам нужно будет для салата очистить наши овощи, порезать рыбку. И, в принципе, тот слой, который у нас будет до тыквы, мы можем уже... Давай. Может, ты будешь резать рыбу, а я почищу овощи. Отлично. Давай так тогда. Сета, скажи, пожалуйста, кто у тебя дома пробует твои блюда? Вот кто главный эксперт? Главный эксперт – это муж. Потому что у меня муж очень любит готовить, ему это нравится. Ну и как бы я дома крайне редко готовлю. Потому что я люблю все быстро, чтобы было вот без заморочек. Десять минут отварили тыкву, все это блендером взбили, добавили сливки, вот он суп. Он у меня, ну такой вот прям гурман, он любит все поготовить, вываривать. Там у него целые истории. То есть он это любит, ему это нравится, поэтому всегда он снимает, скажем так, мои... В общем, самый главный батарелочка – муж. Да, да. А дочка у тебя? Ты тоже ее приучаешь к вот этому питанию, в удовольствие, к разнообразию? Мы с тобой это слово сегодня будем повторять. Но так как дочь у меня сейчас находится в возрасте подростка, то ее достаточно сложно к чему-то приучить или там что-то рассказать. Да, я думаю, многие родители, наверное, сталкиваются с тем периодом, когда ребенок говорит, что он вообще ничего не хочет. Может на бегу там съесть какое-то печенье или, не знаю, блинчик запихала в рот и все, и побежала. И на этом как бы... И хорошо, да? Да, конечно, мы стараемся и проговаривать все моменты, что питаться нужно, что обязательно должны быть все нутриенты и витамины, что это очень-очень важно. Но пока у нас такая стадия, пока так, как есть. Понятно. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот все-таки осенью опять же у всех женщин начнет накрывать? В каком плане? Я говорю, в хорошем, что нужно уже готовиться к Новому году. Да? Ну да. Это большинство людей живут так от праздника к празднику. То есть сначала мы начинаем усиленно после лета худеть к Новому году. После Нового года 8 марта. После 8 марта наступает лето. Но вообще... Как ты советуешь? Я советую, чтобы питание, скажем так, не то чтобы прям похудение, да, а вот именно такое разнообразное питание в пределах своих потребностей, да, оно было постоянным. То есть это не от даты к дате, да, там от какого-то мероприятия к мероприятию, а именно чтобы это был как образ жизни. Только тогда вы получите результат, потому что вот эти быстрые перебежки, к Новому году вы похудели, Новый год наступил, вы опять там в промышленных масштабах наготовленную еду употребили за 3 дня, как говорится, и дальше у вас опять идет процесс похудения. То есть, ну, в любом случае человек должен понимать, зачем ему это. Даром говорят, кто быстро, например, сбрасывает, потом очень быстро также может набрать, да? Абсолютно верно, да. Как ты относишься к воде? Насколько нужно ее пить или нет? И тоже вот одно время все говорили, так, пьем воду, пьем воду много, постоянно пьем воду. Ну, к воде я не отношусь никак, честно скажу. Это моя такая позиция, то есть я пью только тогда, когда моему организму хочется именно воды. Потому что очень многие утверждают, да, привыкли, во всяком случае, думать так, что наш организм состоит на 80% из воды. Но, как показывает научная наша сторона этой медали, наш организм на 80% состоит из воды только в младенчестве. И чем старше мы становимся, тем меньше воды в нашем организме. То есть и нужно понимать, если вы пьете воду геккалитрами, то обязательно должны принимать какие-то витамины, потому что вода вымывает кальций, да, и уже как бы, ну, вот с возрастом мы это понимаем, что это и на почки нагрузка, и на косточки наша нагрузка, поэтому... Аккуратно. Друзья, ну что, мы в нашей программе прямо сейчас со Светланой Гендрих готовим суп-пюре из тыквы и готовим рыбку под шубой. Причем это такая новая вариация, мы не будем использовать сель, скумбрию, у нас форель, кроме того у нас яблоки, свекла и картофель. Так что записывайте наш рецепт, можете, кстати, вместе с нами и готовить. Ну что, все, мы почистили наши овощи, порезали рыбку, а я так понимаю, тыква почти будет скоро готова. Ну что, начинаем. Собираем салатик. Да, собираем салат. Нижний слой. Рыба. Ну, все традиционно. Друзья, пока мы чистили овощи, Светлана рассказала, что в ее семье не едят лук. Поэтому, друзья, мы готовим сегодня, например, без лука, но вы можете также добавить сюда лук. А вот еще у меня такой интересный момент, вопрос. А нужно ли обдавать лук кипятком? Знаешь, есть же некоторые вот так готовят. Ну, здесь, наверное, каждый ориентируется по своим вкусовым каким-то ощущениям, да, по своим качествам. Я люблю, чтобы, допустим, несмотря на то, что у моего супруга на лук аллергия, но я раньше, сколько себя помню, я всегда любила лук, который вот в уксусе, например, вымоченный. То есть его также можно в салат, да, и он придаст такую вот определенную какую-то кислиночку и пикантность. Любому салату, причем в любом салате лук с уксусом будет по-другому играть, скажем так, другими красками. Поэтому, друзья, вы можете сюда добавить и лук. Ну, все, я начинаю тереть овощи. Все у нас готово, да, теперь мы на рыбку укладываем сверху слой картошечки. А, картошечки. Картошечку, да. То есть сначала ничего не... Ничего, да, сначала картошечку. Так, и нам нужно смешать соус наш, чтобы картошечку уже, скажем так, затереть, полить нашим соусом. Сейчас мы приготовим соус. Здесь у нас йогурт натуральный. И добавим сюда зернистые горчицы. И выкладывать будем на салат. Да, выкладывать будем на картошечку на нашу. Вообще заправка для салата, она может быть, конечно же, любая, да. Тут каждый ориентируется сам на себя. Так, теперь я следом вот эту... Да, следом мы укладываем тыковку. Друзья, она горячая, вот мне нож помогает. Так, следующее у нас пойдет сюда яблочко выкладываем. Ты будешь еще, да, смазывать? Да, я хотела бы сюда вот еще добавить немножечко заправки. Немного, потому что яблочко, оно такое сочное, сок дает. Как у меня муж всегда говорит, все ингредиенты должны между собой пожениться. О, тоже хорошее слово сочетание. Такое выражение, да. Семьи, любви и верности. Так, ну все, я закрываю это все нашим соусом. Ну что, друзья, салатик у нас готов. И как раз время осталось, чтобы приготовить суп-пюре. Тыква. Тыкву мы отварили в неподсоленной воде. Варилась она у нас всего 5 минут, друзья. И вот теперь мы со Светланой что будем делать? Сейчас мы ее отблендерируем. Да. Добавим туда сливки. Угу. Обязательно добавим молотый мускатный орех, потому что тыквенный крем-суп без мускатного ореха, он просто, мне кажется, не существует. Хорошо, поехали. Ну, прям вот так вот аккуратненько ее. На самом деле, друзья, можно таким образом приготовить не только... Ммм, красавица. Все, прямо нафери. Хорошо. Не только суп-крем из тыквы. Можно, например, сейчас много поклонников и брокколи, да? Да, очень, конечно, конечно. Сейчас мы добавим сюда сливки. Сливки у нас здесь получились разной жирности. Мы взяли, сколько там было, 20%, да, процентов. Тоже все на любителя. То есть любые сливки, друзья, вы можете взять. Ой, красота. Пока у нас там 3-4 столовых ложки. Да. Я думаю, что вот так будет достаточно. Сейчас мы добавим сюда... Мускатный орех. Мускатный орех. Прям немножечко, вот прям щепоточку. Можем все посолить. Все солим в самую последнюю очередь. Тыква, скажем так, на этапе приготовления соль не очень любит. Ну все. Наш суп готов. Наливаем. Наливаем, разливаем. Давай я тебе даю почетную поварешку. Отныне ваш статус почетная поварешка. Друзья, ну что, мы со Светланой Гендрих сегодня приготовили такие осенние блюда. Очень вкусный салат рыбка под шубой. Причем пикантность этому салату добавила яблочко и отвареная тыква. Ну и приготовили суп-пюре из тыквы со сливками, с пускатным орехом. Друзья, я хотела бы пожелать вам питаться разнообразно, питаться очень вкусно. Самое главное, чтобы это доставляло вам удовольствие. Ну что, друзья, у нас все готово. Мы сейчас со Светланой и нашей командой будем это пробовать. Спасибо, что были с нами на нашей прекрасной студии «Жарчи». Это был проект «Кусакрай». Светлану можно найти в социальных сетях. Нам всем приятного аппетита!